Наш коллега из Утрихта, он будет докладывать именно о практическом использовании. Они производятся, в частности, в Финляндии, то есть то, что здесь неподалеку, в городе Хельсинки, но и непосредственно клиника Утрихта, города Утрихта в Нидерландах. Прежде всего, сотрудничество между производителями медицинского оборудования, решений для медицины самой, это не редкость. И, в частности, университетская клиника города Утрихта, она любезно соглашается тестировать различные решения, которые мы представляем. И вот здесь я представил очень краткую такую историю об этом самом взаимодействии, когда в 2009 году мы стали работать вместе над тестированием и созданием системы для фокусированного ультразвука под контролем МРТ, создание технологии фокусированного ультразвука для лечения рака молочных желез. Я очень кратко об этом сейчас доложу. Первая система МРТ-Инджиния, которая является платформой для решений, о которых мы тоже будем сегодня говорить. Ну и первая система симуляции при помощи МР-томографии, ну и МР-линейный ускоритель, о котором разговор будет идти уже в самом конце нашей секции. Ну вообще, сам по себе фокусированный ультразвук — это явление как бы не новое, и достаточно давно было отмечено, что оно может использоваться для лечения, для абляции органов или опухолей, тканей внутри организма, неинвазивно. Однако методика комбинирования этой технологии с магнитно-резонансной томографией относительно недавно появилась. Дело в том, что магнитно-резонансная томография позволяет в режиме реального времени проводить термометрию и таким образом более точно оценивать вот саму эффективность этого вмешательства в режиме уже реального времени. Первое использование, которое, в частности, чем занимается университетская клиника города Утрихта, вот на базе созданной нами платформы — это лечение метастаза в костях. Ну, не совсем, может быть, относится к лучевой терапии, чему сегодняшний наш семинар посвящен, но, тем не менее, это очень эффективное лечение, которое является палеотивным, когда фокусируется ультразвук в переостальном пространстве, и нервные окончания подвергаются абляции для того, чтобы обезболить данный метастаз. Клинический эффект, он достаточно серьезно хорошо замечен, и большое число публикаций в настоящий момент выходит или готовится относительно того, каким образом это может служить здравоохранение. Ну, гипертермия — это второе, наверное, применение, которому может использоваться та же самая система, та же самая платформа Ingenia, когда мы используем фокусированный ультразвук не для непосредственно абляции, а для того, чтобы просто повысить чувствительность тканей к лучевой терапии или к химиотерапии. Ну, этот эффект, он как раз вот в России достаточно давно известен, еще в советское время проводилось достаточное количество исследований по, собственно, оценке эффективности гипертермии, но вот сейчас появился механизм, который позволяет очень точно под контролем МРТ проводить это и в режиме реального времени, смотреть, какие именно органы и ткани подвергаются гипертермии. Ну, для лучевой терапии эффективность — это гипофракцинация, снижение доз и снижение побочных эффектов. Одновременно повышается также чувствительность к химиотерапии. Относительно недавно мы стали работать также с предстательной железой, когда трансуретральный излучатель, он вставляется внутрь уретры, и дальше проводится вот таким вот образом, проводится абляция предстательной железы. Здесь это показано на фантоме, это гелевой фантом, но, собственно, вот вы видите, что здесь очерчена область, которой необходимо подвергнуть абляции, за счет вращения вот этого самого излучателя проводится вот, ну, это не совсем режим реального времени, это быстрее, чем в режиме реального времени, но, тем не менее, все равно это достаточно быстрая и весьма эффективная процедура. Но, тем не менее, возвращаясь обратно к непосредственно лучевой терапии, и следующий докладчик, он будет рассказывать именно про лучевую терапию, он представляет отделение лучевой радиотерапии. Ну, прежде всего, недавно, то есть достижения в области терапии с визуальным контролем, они позволили более точно прицеливаться к непосредственно опухолям. Точность терапии сама по себе накладывает высокие требования к точности в локализации опухолей. Ну, а мягкотканный контраст, который мы получаем при помощи КТ-симуляции, он оставляет желать лучшего. Но я думаю, что здесь, наверное, сложно с чем-то поспорить. Магнитно-резонансная томография в плане мягкотканного контраста куда уж лучше, чем компьютерная томография. Но на сегодняшний день это также подтверждается тем, что существенный рост числа публикаций, где магнитно-резонансная томография в лучевой терапии в разных областях, то есть анатомических, испытывает такой вот серьезный рост. То есть мы посчитали, что за 5 лет 73% прирост даже просто числа публикаций. Ну и на волне вот этой самой тенденции, то есть мы выпустили специальное дополнение к нашим диагностическим МР-томографам. При этом эти томографы могут оставаться диагностическими, но просто когда требуется проведение МР-симуляции, тогда может оборудоваться он различным дополнительным оборудованием. Ну, в частности, плоской декой стола, специальный мостом для радиочастотной катушки, который позволяет не класть катушку непосредственно на тело, ну и различные инструменты для контроля качества. Что эти инструменты для контроля качества из себя представляют? Ну, прежде всего, это фантом, который прост в использовании, и любое отделение лучевой терапии может относительно просто проводить в автоматическом режиме контроль геометрии магнитно-резонансного томографа. Ну, здесь немножко сложно увидеться, такая освещенность высокая, но здесь вот такие вот изолинии проведены, разноцветные, и они очерчивают область сканирования, которая имеет определенный уровень искажений геометрических, ну, для того, чтобы иметь вот такой вот пакет контроля качества у себя в руках. Ну, слайд, который я часто использую, когда читаю лекции студентам, компьютерная томография, малый таз, предстательная железа, ну, вот представим, да, что здесь необходимо провести оконтуривание предстательной железы и органов риска. Если я на это же накладываю изображение того же самого пациента при помощи МРТ, то можно увидеть, насколько мягкотканная контрастность говорит сама за себя, если мы проводим МРТ данному пациенту. Ну, контрастность по мягким тканям с этим поспорить сложно, однако при всем достоинстве метода магнитно-резонансной томографии существует, ну, один инструмент, который МРТ добавить не может. Ну, это, конечно же, информация об электронной плотности, то есть функциональный контраст, мягкотканный контраст, данные спектроскопии, метаболические данные, все это при помощи МРТ можно очень легко увидеть, однако вот именно как КТ добавить нам информацию о электронной плотности невозможно, поэтому для калькуляции дозы требуется какой-то другой инструмент. И если этого инструмента не существует, то тогда мы проводим МР-симуляцию, мы должны также проводить КТ-симуляцию, затем регистрировать эти данные между собой, ну и затем использовать метод МРТ для проведения делениации или оконтуривания, а расчет дозы проводить по данным компьютерной томографии, чтобы спланировать саму терапию и доставку. Если мы хотим использовать только по данным МРТ, то нам нужно, чтобы магнитно-резонансная томография обеспечивала нам не только мягкотканный контраст, но и информацию о плотности в единице Хаунсфилда. Это именно то, что мы сделали. И в частности, Ника, следующий докладчик, он будет говорить о практическом использовании этого метода, но я остановлюсь лишь только на том, как это непосредственно работает. Ну, прежде всего, метод магнитно-резонансной томографии, он позволяет легко разделить водный или мышечный ткань, или сигнал от мышечной ткани от водного сигнала, и в частности получить данные, например, в фазе, вне фазы. Ну, метод магнитно-резонансной томографии имеет большие возможности по выбору, за счет чего мы хотим непосредственно получать контрастность. Дальше, что производится? Это все проводится внутри самого компьютера, то есть это не ручной процесс, это все не требует непосредственно времени. Проводится расчет маски тела. То есть когда у нас магнитно-резонансный томограф, а точнее его консоль, просто оценивает, где заканчивается тело, начинается воздух. Дальше само тело, да, вот все, что внутри вот этого тела, классифицируется по мягким тканям. Это при помощи метода МРТ сделать очень легко. Жировая ткань и мышечная ткань, или водные структуры, содержащие много воды, они очень легко разделяются при помощи метода МРТ. Дальше идет достаточно сложный процесс, потому что метод МРТ, он не позволяет хорошо понять, где воздух, а где костная ткань. Однако для планирования лучевой терапии это практически вопрос жизни и смерти. Ну, здесь сегментация костных тканей проводится на основании трехмерной модели, которая адаптируется под конкретного пациента и дальше уже встраивается в трехмерный массив данных, и получается вот такая вот трехмерная структура. Здесь один срез, но она проводится на протяжении всего объема сканирования. А дальше классифицируется уже в костных структурах плотная и губчатая костная ткань, и в дальнейшем присваивается значение единиц Хаунсфилда. На результат, в результате у нас получается трехмерный массив данных, который даже внешне чем-то напоминает компьютерную томографию. Но что самое главное, этот массив данных, он также и маркируется прямо на МР-томографе, как в формате DICOM, как КТ-данные. Таким образом, любая станция планирования с удовольствием принимает эти данные и считает их данными компьютерной томографии, позволяющими рассчитать, собственно говоря, дозу. Визуализация проводится при помощи вот всех аксессуаров, о которых я подробно не стал останавливаться, положений пациента непосредственно для терапии. Дальше генерация вот этих данных МР-кат. Почему МР-кат? Потому что МРТ для расчета поглощения, то есть МР-calculated attenuation. И в дальнейшем экспорт на станцию планирования проводится вместе данными МРТ и данными псевдо-КТ, о которых будет говорить следующий докладчик. Регистрация не требуется, потому что мы подозреваем то, что пациент у нас не двигался между проведением одной и другой импульсной последовательности. Я не буду подробно останавливаться на точности этого метода, хотя я уверен, что это, наверное, один из главных вопросов, который всегда возникает, потому что как раз следующий докладчик будет в основном и говорить о том, какие проводились исследования на то, чтобы посчитать, насколько, собственно говоря, могут возникать ошибки, исходя из использования данного инструмента. В частности, здесь показана разница дозы между МР-кат и КТ. То есть нормализованное значение, но видно, что разница очень несущественная. А более точные данные будут в следующем докладе. Вообще эта технология активно развивается, то есть все более и более большее число центров лучевой терапии или радиоцентров, они начинают использовать метод МРТ в планировании лучевой терапии. То есть на сегодняшний день это уже, ну, конечно, нельзя еще назвать основным течением, но тем не менее активно начинает использоваться. Ну, здесь я немножко, может быть, задвинул Утрихт на задний план, но вот Утрихт, он непосредственно находится рядом вот здесь, вот поэтому, то есть он здесь присутствует и, наверное, является одним из таких центральных центров, где, в частности, проводятся разные разработки, а мы пытаемся внедрять решения, которые мы создаем, и создаем также совместно с университетской клиникой города Утрихт. Ну, и в заключение своего доклада я скажу то, что останавливаться на использовании МРТ для планирования лучевой терапии, это, наверное, не есть правильно, потому что на сегодняшний день компьютерная томография используется не только для симуляции на стадии планирования, но используется метод конусно-лучевой томографии, компьютерной томографии непосредственно для нацеливания наших линейных ускорителей. Здесь тоже может многое что быть улучшено, и в частности комбинация МРТ и линейного ускорителя, это то, о чем будет говорить Ника Ванденберг, это следующий докладчик. Дело в том, что университетская клиника города Утрихта – это основной член сообщества или член консорциума, который создан на то, чтобы совместить между собой линейный ускоритель и магнитно-резонансный томограф. И здесь это две компании, то есть это не только университетская клиника города Утрихта, но и Филипп совместно с компанией Электа, потому что на сегодняшний день создать такую технологию без такой командной работы нескольких ведущих производителей и клинических учреждений просто уже невозможно. Я благодарю вас за внимание. И не знаю, если… Так, пожалуйста, какие будут вопросы? Какие будут вопросы к докладчику? Я думаю, что даже если вопросы есть… Пожалуйста, вот МРТ Вы предлагаете использовать при планировании для всех органов по системе, потому что так, как я понял, когда я был на выставке, и там был доклад специальный, касающийся планирования, в основном большие особенности для планирования, для точности планирования, это особенно важно при брехотерапии, это предприцательное жилье, а еще какие на сегодняшний день локализации, так сказать, дают несомненное преимущество использования ваших аппаратов по МРТ. Спасибо за ваш вопрос, потому что я на самом деле должен был это упомянуть, но благодаря вашему вопросу обязательно это теперь не забуду сделать. Дело в том, что процесс создания новых решений, например, как генерация данных псевдо-КТ для анатомических областей, для планирования симуляции лучевой терапии, этот процесс, который не только технологический, создание самих вот этих пакетов, но и процесс регистрации. На сегодняшний день мы готовы работать с тем, чтобы, по сути дела, эти данные, они пригодны для малого таза, и для любых органов малого таза это можно использовать. Мы также имеем пакеты в разработке для головы, для головы шеи, для позвоночника, для молочных желез. Но сдерживающим фактором здесь, к сожалению, является процесс регистрации, то есть процесс получения разрешения на использование этого. Для этого должно быть получено достаточное число данных на том, что действительно это обеспечивает необходимую точность. Поэтому на сегодняшний день, вот регистрация, которая у нас на сегодняшний день есть, это для представительной железы. Я скажу честно, что некоторые учреждения используют тот же самый пакет, в принципе, для других также органов. Но это является уже на грани... Но за это они и ответят. За это они и отвечают. И вы знаете, что я все-таки хотел вам сказать еще, что вы начали с того, что вы используете МРТ, под контролем МРТ, ультразвук сфокусирован, для лечения боли. Вы только забыли сказать, что разрешение на использование этого исследования Food and Drug Administration было дано на основе исследований, которые проведены были в моем отделении, в нашем институте. Очень приятно. Я прошу прощения, что я это не упомянул, но это очень немаловажный факт. И да, действительно, Санкт-Петербург, и в частности, не онкологии, это известное учреждение по внедрению новых технологий фокусированного ультразвука под контролем МРТ. Спасибо за этот комментарий.